так шарусь и начинаю здороваться ребята так Федосеева здраве брат Железов здравствуй Ольга здравствуй Парияс добрый вечер Миноградов ой господи если б ты знал Алексей как ты меня выручил в свое время прислал как называется калаш сотни с фальшивых сайтов с моими фотографиями и я понял я выдающий садовод потому что мои десятки фотографий используют сотни мошенников вот кто меня признал то вы поняли наука не какие-то академики какой-то минсельхоз вот меня признали все мошенники россии садоводческой мошенники представляешь это все из-за тебя великое это все из-за тебя но я не могу но я преисполнался это мне обидно конечно за то что моей помощью обманывают миллионы людей с моей помощью вот тут да фотографии которые я показываю вот сейчас я посмотрите сюда заходит очень мало людей вот вот это единственная на планете фотогалерея равны которым нет на всей планете даже в южных странах понимаете вот это настоящий сад он же матричный потому что к сожалению калечится каждый год так дальше листать дальше листать год за годом дальше листать дальше листать вот я сейчас поймете к чему говорю но их мало видят вот здесь просмотров ну заходит 60-80 человек сутки всего ну чаще всего одни и те же ищут новинки вот кто-то может это самое использует какие-то мои материалы такие типа статьи может сами что-то пишут может быть правда в тихушку ученые сюда как утверждал по латинков старшего небесное константинность ты не переживай ну чё они все смогут все видят только не усовываются и вот получается вот эта картинка ну все я устал листать честно говоря устал вот брату спасибо я сам не знаю где 98 процентов моё вот или моего сына кстати вот она желтая драгана то вот она чё она не увеличивается ай ладно не получилось увеличение вот он сергей желтый драган вот она наша украина все честно а вот видите все честно и вот это сейчас она наверное задержка наверное сейчас откроется вот вот она шуковица вот слаб человек слаб не мог не показать а дальше вот передал дела Алексейка вот все вопросы к нему не доходят руки ни у меня ни у Сергея не доходят а шуковица ну уже есть такое дело уже можно сотнями тысячами саженцы выращивать продавать ай ладно что-то меня понесло опять ну сколько можно листать то господи я не знаю что у меня а это еще не все еще вот еще восемь лет так ладно возвращаемся объясню почему я возвращаюсь ну вот дело в том что с одной стороны получается сейчас где я был то господи сейчас назад и не вернусь как как обычно ну где я был а может быть здесь ага здесь вот дело в том что вы видели вот это а их видела мало людей то все годы может быть даже десятки тысяч но мошеннисткие мои фотографии если взять их уже 150 200 этих самых сайтов причем они светятся на всех их везде всюду там мои фотографии которые у меня украдены вот эти же их несколько десятков так они Их увидели Миллионы Десятки миллионов Купились на них Глядя на мои фотографии Они купили саженцы Все саженцы обреченные на смерть Я специально показывал Наши саженцы Из Голландии Из Польши Они все мертвецы Люди так глядят на мои фотографии И миллионы людей Вот тут нет А значит учить некого Потому что они не знают Миллионы людей Они не знают про меня И никогда не узнают Это когда Мичурина раскручивали Вот тогда да Это был приказ самого верха Если был приказ раскрутить Железова В стране появились босады Но не появятся А я почему увидел Винограду Сызрани Умнейший мужик Он нашел несколько раритетов Старые уже Ну как сказать Видимо первый толчок от меня получил И пошел искать И нашел несколько деревьев Старых там 30-40 лет Уникальнейших Которые вообще там В этой Сызрани нечего было делать Они росли Они дожили до глубокой старости Где наука Почему она-то На каждом из деревьев Который нашел Алексей Должна табличка висеть Не трогать Не сметь Охраняется этим Законом Или как там Старые эти самые Дома гнилые Табличку повесят Охраняются законом А там бельки как жили Так и живут Так и тут Все Проехали Евгений Здравия Грозавстан Всегда на месте Еще один рекордсмен Взгляни Точно 213 Лебинар Смотрит Елена Добрый день Алексейка Юрий Железов Ответ на письмо У Гарри Латинкова Все в порядке Принимается Так Внимание Очень важное письмо Ответ на письмо У Гарри Латинкова Все в порядке Гарри Латинкова Вдова Жена Нашего Уникального Садовода Царство ему небесное Лисейча Латинкова Принимает заказы Внимание Принимает заказы Гарри Латинковой Дело продолжается Дело Не погасло Это очень Очень важно А то Кто-то подумает Раз Человек в могиле Значит на этом все Осталась уникальная Коллекция Осталась Уникальная Опытная Подруга Ну подруга Это понятно Я говорю Жена Ну как подруга Как с высокой Нотой Слов Подруга Которая с ним Разделила Все это Самое И знает все И умеет все Вот так вот Владимир Б Так А что Владимир Ну Владимир Значит Владимир Так Алексей К Алексею Телефон Галины Супруги Внимание Записывайте Ради Бога Такой случай Представился Восемь Девятьсот Девятьсот Девятнадцать Тристо Один Восемьдесят Один Десять Супруга Юлия Латинкова Я все думаю Стереть Я у этого самого Телефон Юлия Латинкова Все еще Не стираю Как-то Позвонил По нему Ответила Галя Бои стирать А вот Латинков Телефон Галя Латинкова Восемь Повторяю Девятьсот Девятнадцать Тридцать Один Восемьдесят Один Из Зречайших Случа Когда Настоящий Сад Поняли Виктор Здравствуйте В этом году Впервые Заплодносила Груша Литя Курра В конце Августа Сильный ветер Бросил Воды Я положил Холодильник Недленно Стал пробовать Груша Казали Сладкие Весочные Еще Еще И что самое Интересное То что Они еще Могут Полежать В хранении Буду Ждать На какого Срока Максимально Может Оно заряжает Такой Настоящий Испытатель Я вас Поздравляю Нас Непонятно То что вы Говорите Что Однолетняя У меня Получается Зимняя Ой Сейчас Мы поговорим Это не Груша Это Шедевр Итак Спасибо За Шедевр Это значит Что я Не болтаю Согласны Единственное Единственное Гирь Ковесо Потому что Здесь 100 гирек А тут Одна Какая Нибудь Знаете Что бывает В этой жизни Вот 100 против Одной Ну и то Эта гиря Это Помная Женщина Которая Трепала Нервы Что у Нее Плохие Саренцы Потом Когда Саренцы Заплодности Она Извинилась Но нервы Болевым Это и у меня И у Тани Железов Болевым Это Нервы Плоть до Инфаркта Проверите И вот Он написал Это шедевр Спасибо За эти слова Раз Это не все Это начало Разговора Итак Груша Люднего Я получил Кальцию Черенка От тогда Живого А сейчас К сожалению Царство Небесное Чернышова Валерия Петрович Единственный Ученый С которым Меня связывала Искренняя Дружба Нет Еще есть Туршун Полуды Скобила Так Тогда Получается Единственный Я боюсь Неправильно Сказал Один из Немногих Кто дружил Со мной Так вот Это И есть Чернышов Присылает Мне Чернки Один из Запомнил Большого Я Выслаю Грушу Людям Сорт Зимний Вот Один Из четырех Лучших Зимних Шотов Груш А я Запомнил Потому что У меня Избирательная Память Спросите В тот Год Семь Занимался За весь Год И вспомнили Одного События Вот Не Помню Ничего А Умраю Песня У меня Сладчайшая Летняя И вот Когда Виктор Вы это Написали Ведь Речь Путать Невозможно Почему Во-первых Название Редко Я Сейчас Не буду Лезть В этот Самый Смотреть Набирать Там В Ядексе Фото Груша Людневая Там Это Происхождение Я не буду Этого Делать Времени Нет Но Когда Уже Я До конца Уверился Что Мне Черешов Прислал Летний Сорт И я Всем Начал Говорить Да Летний Но Сочный Необычайно Вдруг Приходит Вот это Ваше Письмо Вы пишите У меня Получается Зимний Но я Не Еще Молого Обиде С вашей Фляшкой Помните Как Украине Говорят Сусид С тобой Фляшка Не то Что В обиде Еще Обижусь Если Это Что С вас Фляшка Да Обманул Да Не Летняя Зимняя Но Зимняя Это Ценее Летних Тем более Это Шедевр Вот Видите Как я Ответил На Ваш Вопрос Про Фляшку Не Забывайте Юрий Здравствуйте Это Уже Не Мой Брат Натнулся На Ваш Ответ Поворачивание Подбоев Если Можно Разочнить У меня Есть Матичные Деревья Которые Погрызли Зайцы В общем И деревья Их Нельзя Назвать Пусти Без Центрального Ствола Высотой 1-1,5 метра Ну То есть Куст Хотел Бы Приобрести Клоновый Подбой И привить На небесной Ветки От моих Кустов Ой Вы Не Сюда Попали Можно Купить Подбой Ранней Весной Посадить Землю В апреле Май В это Привить На них Привой С моих Кустов Можно Заказать К примеру Подбой В южных Регионах Давайте Юрий Все Эти Вопросы Не ко мне Давайте По порядку Сейчас Разберем Во-первых Для чего Был мой Вебинар На вебинаре Я сказал Учек Взял Осенью Пересаживать Не стал Все пересадки Сергей Жилин Со своим Другом Андреем Делают Осенью Они Осенью Успевают Прижиться Седя В реке Успевают Прижиться Весной На них Делаются Прививки И не Трогая При пересадке До осени Они уже Никто Не трогают Что Случилось У того Товарища Весной Взял Выкопал Посадил Привил Выкопал И все Мертвое Вспоминаем Время Это будем Считать Что это Неправильно Теперь Вы хотите Купить Подвои Я продолжаю Разъяснять Но Подвои Посадить И в это же Время Привить Во-первых Для вас Я не знаю Где вы живете Но Еще раз Почеркиваю Весна В средней Полосе России Начинается С начала Апреля Запоминайте В начале Апреля Если не брать Крайности Раннее Весна Позднее Весна Так и бывает С начала Апреля Уже Можно Прививать И нужно Прививать Никаких Май Даже В средней Полосе России Прививки В мае Не дают А они же Как правило Прививки Эти отстают Как правило На месяц Вот уже Распускаются Листики В мае А у вас Если взять Что у средней Полосе Я не знаю В данный момент Я беру Среднее Арифметическое В средней Полосе России В мае В это время Все цветет А вы хотите Привить Мало того Что уже На месяц Отстали А вот Еще Сокодвижение Уже Цветет Закончилось Допустим Дерево Все таки Привилось Но А оно Листики Выпустит Еще через 2-3 Недели Поверьте И никогда До зимы Даже Средней Российской Пусть она На пол Месяц Позже Чем в Сибири Оно Не успеет Вызреть Вы же хотите Привить Что-то Южное Что-то Ценное А не Вот эти Полу Культурки Правильно И получается Что Вот этот Метод Посадить Еще Получить Посылки И еще И привить Это Скорее всего Это Как там Пиво без водки Нет Водка без пива Деньги на ветер Вот примерно То же самое Теперь Можно ли Заказать Подвой В южных регионах Это вопрос И ко мне Так Теперь Самое главное Вы упомянули Подвой Которому я не имею ни малейшего отношения Я Вот эти клоновые подвой 54 118 Так Я их терпеть ненавижу Для меня Это тупиковый путь Это то самое Что Даже та дама Которая рассказывала Вот какие у меня Замечательные Эти самые Коколовитные яблони Я их Молодец Она привила На Сеянцы А сеянцы Это корень Это якорь Есть такое слово Якорь Якорная Это Система И тут же она рассказывает Что те у кого подвой Вот те самые Вот о них то я речь Тошла Вот Что они просто Однажды возьмут И упадут А еще их надо поливать И поливать И поливать И прочее И прочее И прочее И так Я никакого отношения К клоновым подвоем Не имею Только Семечки Только семена Если груши Уссурийский груш Если яблони То Или это Сибирские Яблони Но я обязательно Говорю Самый лучший подвой Наши Сибирские яблони Окультуренные Окультуренные К ним Под сто процентов Приживаемость А я к тому же Когда добился Того что Я не знаю Что это мне Сергей Оставил Может быть десяток Черенков Яблони Может быть и пятьдесят Нарежу Колеса деревьев У них Гены Сибири Уже в крови И они спокойно Садятся На Сибирки Они могут сесть И на ваши ранетки Если даже Они никакого отношения К Сибири не имеют Но ранетки Но никаких Этих самых Не должно быть Подвоев Пятьдесят четыре Сто восемнадцать И все остальные Никаких клоновых подвоев Это для меня Как запрещенный прием Вот Терпеть не люблю Терпеть ненавижу И никогда Никогда у них не будет Извините Юрий Разволновался Ответил как мог Вот Только сеансы Точка Вот А потом Сами знаете У меня был этот Круглевская Пятюдесяти ведра Круглевская Круглевская